Хоть я и училась на 4,5, но я была тем человеком, который читать вообще абсолютно не любил, то есть не было ни времени, ни желания, я всегда читала только краткие содержания рассказов, то есть начало, середину, конец, и на литературе, естественно, я это все рассказывала, как-то выкручивалась на пятерке, еще что-то, поэтому даже про детство я вот честно вообще не могу сказать, ну 100% я, наверное, даже не читала, даже я начала читать более так, наверное, когда закончила только школу, то есть когда вот я переехала в Пермь, то есть ну стала как бы жить одна, там без родителей, еще что-то, и вот тогда мне уже действительно какие-то, ну какая-то классика начала, прям какое-то желание появилось читать вот это, то есть раньше я не читала, когда это надо было, а сейчас вроде когда это уже не надо, то я начала читать, и там Достоевского перечитала, вот Мастер Маргарит, ну то есть именно такую пластику, и вот у меня очень впечатляет психология, как бы, но психологию я раньше читала тоже много, но пока не наткнулась вот на книжку, подсознание может все. Ну да, я люблю читать, но единственное, что в основном читать у меня получается как раз только где-то в поездках, в самолетах или на сборах, потому что дома находятся какие-то другие дела, но только не читать, потому что большая какая-то загруженность, и если, допустим, в Питере ты где-то и в дороге, то ты, скорее всего, за рулем, то есть как бы там, естественно, не почитаешь. Аудиокниги я, ну, не знаю, почему-то так сложилось вообще, ну, то есть не очень хорошо к ним отношусь для меня, это скучно, неинтересно, а вот бумажная именно версия мне нравится. Мне нравится больше бумага, конечно, вот, потому что, ну, как бы само ощущение, это ты листаешь страницы, то есть этот шелест, то есть как бы мне кажется, даже когда ты читаешь бумажную книгу, у тебя обстановка вокруг должна быть соответствующая, то есть там приглушенный свет, там тишина какая-то, возможно, там еще что-то, то есть ничего не должно отвлекать, вот. А электронные, не знаю, я пробовала как бы читать, ну, как-то, если можно так сказать, не заходит. У меня три книги, получается, с собой. Первое, я что-то почему-то решила изучать инвестиции, я потому что знаю, что это сейчас в тренде, это типа как бы модно сейчас, и для меня даже просто интересно понять, ну, даже в теории, что это там, и, может быть, даже что-то из этого вынести. Вторая книга у меня, ну, я думаю, это стандартно, как у нас у многих, это психология, потому что иногда бывает, когда ты слишком как-то грузишься в себе, какие-то не очень там удачные дни, тренировки, еще что-то, ты можешь просто прийти, и это как вот родительский какой-то шлепок по затылку, ну, то есть прочитать там нужную главу, как бы самим с собой поговорить, выдохнуть, настроиться на позитив, и, в принципе, как сам такой карманный психолог, можно сказать. И третья книга, вот она, кстати, у меня с собой. Безмолвный пациент, ну, это такой триллер, как бы, триллер-детектив, но если бы был жанр в книгах Жиза, то вот это вот про нее, то есть там как-то так интересненько все закручено, это как такой мини-сериал, наверное, какой-то такой с интригами там, то есть ты до последнего не знаешь, что будет в конце, и поэтому ты читаешь, читаешь, ну, стараешься читать, когда есть время. Да, есть такая книга, это подсознание может все, ну, опять же, это психология, как бы, вот, я ее, наверное, перечитывала, может, раз в восемь, я думаю, даже, кстати, татуировка, это цитата из этой книги, из четвертой главы, вот, про то, что, ну, мысли материальные, все в этом ключе, просто я в свое время прям, ну, очень сильно так, лет восемь, наверное, назад подсела на эту книгу. Кстати, как раз, наверное, когда в национальную сборную начала ездить, я начала ее читать, и как-то так вот все быстро-быстро, и, ну, в свое время мне эта книга очень помогла, как бы, так сказать, расставить жизненные приоритеты, и я до сих пор ее иногда перечитываю, она у меня есть, вот, кстати, про электронные книги сказала, что они меня бесят, но подсознание может все, у меня есть даже на телефоне, чтобы в нужный момент, если что, перечитать. Ну, вообще, на самом деле, таких немного вариантов, потому что фильмы я не очень часто смотрю, честно признаюсь, а если я смотрю, то это, наверное, какой-нибудь ужастик, там, Дерезня, вот это все такое, как бы, ну, немножко такая выдумка, вот. Но, в общем, я смотрела такой, ну, мини-сериал по России, как бы, там еще Анна Ковальчук снимается, «Мастер Маргарита» экранизация, это было очень прикольно, то есть, несмотря на то, что он снимался давно, и, там, снимался, там, в России, да, там, еще что-то, меня он прям так впечатлил, что тут скорее было наоборот, что я сначала посмотрела фильм, а потом захотела перечитать книгу, потому что меня так впечатлил вот этот фильм, и вот это было классно. А, у меня был еще сборник такой, «Русские народные сказки», он вообще вот такой толстый был, там еще некоторые картинки, я еще их переводила на свету так, да, там вот такие были, ну, классные сказки. И потом у меня брат еще, кстати, младший, у нас разница 9 лет, и я даже ему читала оттуда сказки, хотя я их знала, ну, уже наизусть, естественно, но все равно открывала, делала вид, сама смотрела картинки в это время, Рот произносил сказку, брат был доволен, и вроде как, как бы, приятно с полезным совместили. Ну, да, у меня иногда бывает такое, что я могу, там, допустим, ну, например, не то, что я прям пишу стихи, сижу там, но, допустим, если какое-то событие, там, день рождения друга, там, или еще что-то, или там, как-то, ну, человеку хочется сделать приятное, я могу, как бы, написать стих, это, ну, не проблема, могу песню, там, допустим, переделать, тоже вот эта рифма, все такое, рассказы, может быть, наверное, смогла, в принципе. Я думаю, что у меня подвязаный язык, и я бы смогла, там, что-нибудь 100% придумать. А в каком жанре? Ну, я думаю, что жанр жиза. Это пусть мой жанр будет, авторское право потом сделаем. Ну, что в жизни происходит, в принципе, там, не знаю, если рассказ, например, про определенного человека, то пусть он будет именно про этого человека, со всеми его достатками, недостатками, там, вот, в общем, я придумала новый жанр. Этот жанр будет жиза. Специально для Елизаветы Лазарева я написала стихотворение. Лиза, ты подарок мой. Заслужила ли я такой? Ты немного озорная, в ситуациях смешная. Без пинка ты не бежишь. По размерам не малыш, а скорее плотный пупс. У тебя отличный вкус. Ну, на макароны точно. Можешь днем, а можешь ночью. В гороскопе дева ты. Очень много доброты. На висках твоих кудряшки. Вместо ног две деревяшки. Вместе в сборной мы живем. Ранний там у нас подъем. За окошком дождик кап. В комнате милейший храп. Как устали мои уши. Слава богу, есть беруши. Да, ты чуток не идеально. Но чертовски социально. И вот думаю сама. Кто ты? Счастье или беда? Б participated в убийстве. Ра12. Ра12. Продолжение следует...